Здравствуйте, друзья! Среда. Ну, вчера вот был, что называется, State of the Union Address. То есть президент Соединенных Штатов, это раз в год происходит, движется в палату представителей, там собираются весь бомон, политические государства, и президент держит речь, так сказать, о положении в стране, так перевели бы на русский. Там есть вообще пикантная штучка, очень интересная. Значит, дело в том, что там собирается, как я сказал, весь бомонд, включая, значит, во-первых, обе палаты конгресса. Понятно. То есть сенаторы, члены палаты представителей, все там практически, ну, президент, вице-президент и все министры, да, то есть исполнительная власть. Там же на первом ряду сидит, сидят, вот эти все эти девять членов Верховного Суда. То есть, грубо говоря, если вы задумаетесь над тем, чтобы вот, например, в один момент прихлопнуть весь гадюшник, то вот они все там. Вот это тот самый момент, когда весь гадюшник. Ну и с 50-х годов, когда возникла опасность ядерного удара и вот этого вот самого вот, о чем мы сейчас говорим, стали на такие мероприятия, не только на State of the Union Address, но еще кое-какие, стали выделять такого, ай, такого грибного дедушку. Ну, то есть, называется этот Designated Survivor, да? Designated – это специально выделенный, да? Вот его, значит, назначили, специально назначенный. Survivor – это тот, кто должен, значит, остаться в живых, да? Выжить, пережить. Вот, например, говорят там, Holocaust Survivor, да? Человек, который пережил Holocaust, то есть, остался в живых, вот. Или, например, вот мы там поехали, там куда-то выпили, но есть один человек, который не пьет, он будет вести машину. Он говорит, Designated Driver, да? То есть, вот он назначен вести машину, он не пьет. Вот, в данном случае у нас тут как бы совпало. Он, в одном месте, значит, Designated Survivor, то есть, должен выжить. Это человек из министров обычно, ну, каких-то там министров, уж там уже не важно, на самом деле, какой именно это министр, ну, вот там, допустим, министр транспорта, вот. И его куда-то там прячут. Я, честно говоря, не знаю, куда именно его прячут, но я бы на месте, скажем, военных, раз такое дело, спрятал бы его куда-нибудь, где, там, скажем, положено выживать в случае, там, какой-нибудь ядерной атаки, там, и так далее. Вот он там должен сидеть. Если всех тех, там, что в Конгрессе заметут, не дай бог, то он тогда принимает на себя командование и все функции, как единственный, значит, там, выживший член всей этой иерархии, так можно сказать, да. В общем, такая занятная фишечка. State of the Union Address, это такая, знаете, своего рода шоу такое. Значит, на этом шоу партия, которая, ну, президент, президентская партия, она пытается показать, как здорово эта партия страну поднимает и как все хорошо. Ну, в данном случае, Байден, ну, ему есть что предъявить, в общем-то, да, то есть он говорит, мы, у нас совершенно невероятная, там, низкая безработица. И это правда. Это правда. За 50 лет, значит, самые низкие данные по безработице, там вообще все бумирует, цветет и пахнет, и в этом смысле неплохо. Действительно, по факту неплохо. Вот, он говорит, что мы начинаем одерживать победу в борьбе с инфляцией, инфляция снижается, там, ну, да, это тоже правда, там, может быть, могло бы и больше снизить, ну, сколько есть, но все снижается, знаете, не растет. Вот, ну, и, короче, вот так вот, мы объединили НАТО, нам удалось собрать снова все там до кучи, мы объединили НАТО, мы выступаем единым фронтом, там, против агрессии, значит, России в Украине, там, ну, и так далее. Задача республиканцев в данном случае состоит в том, чтобы обгадить те достижения, которые есть. Надо сказать, что это вообще не достижение, а если даже есть достижение, то оно несущественно, а если даже существенно, то если бы не они были у власти, а мы, то было бы лучше, и так далее, и так далее. И, с одной стороны, казалось бы, партия, у которой вообще даже программы никакой нет, и предложений о том, что можно было бы сделать в разных направлениях, тоже нет, им, казалось бы, им сложно, да, в таких условиях что-то обгадить. Кроме себя, что они могут еще обгадить? Но, существенно в чьих глазах, понимаете, значит, у них есть свой избиратель, и этот избиратель, он, как бы, чего-то от них ждет. И они должны этому избирателю, так сказать, предъявить, да, что не зря их избрали. Что хочет избиратель? Избиратель хочет, чтобы они были, ну, вроде как Трамп. Потому что избиратель любит Трамп. Каким образом на практике достигается вот эта близость, так сказать, духовная, идейная, политическая к Трампу? Это несложно. И вот мы видели это все замечательно, значит, все эти, ну, не поголовно, но в значительной степени. Они, значит, кричали, перебивали, что-то такое, выкрикивали. То есть вели себя как разнузданное быдло. Поганое, разнузданное быдло. Они умеют вести себя прилично, я вас уверяю. Но в данном случае избиратель хочет, чтобы они были похожи на Трамп. Соответственно, они, так сказать, на потребу избиратель. Ну, такой избиратель, понимаете, что же такое? Не то, что их там в Кингенском дворце избирают. Знаете, их в совершенно других местах. Вот. И на потребу избирателю они вели себя как разнузданное такое скотское быдло. И вот, соответственно, вот. Надо сказать, что на Байдена это совершенно не произвело никакого впечатления. Он знает с кем, он знал, с кем имеет дело. И он так, знаете, с ними по-доброму. Он говорит, ну, это же наше быдло, не чужое. Мы с этим быдлом договоримся. Мы и не с таким быдлом договаривались. Но он этого не говорит, слух, наоборот. Слух он говорит о том, что мы, там, так сказать, несмотря ни на что, демократия, так сказать, у нас не пострадала особо, что мы, хоть у нас там и раскол, но мы стремимся, так сказать, к тому, чтобы действовать совместно. И так далее. И он очень правильные вещи, все говорю. С точки зрения, как бы, с позиции самого Байдена, тут очень интересно. Он еще не сказал, что будет он или не будет участвовать в выборах президентских через два года. И это важный момент, потому что он не отказался. Он говорил, что будет. И он мог бы сказать, ну, я, наверное, передумал, там, или пусть молодые, там, поработают. Вот. Но сказано было официально, что мы тут с женкой обсудим и скажем вам, до чего мы додумались. Но пока что они с женкой ничего не сказали. Таким образом, Байден остается человеком, который заявил, что он будет участвовать в выборах. Соответственно, ему надо показать, что он, как бы, человек объединяющий. И это выигрышная оппозиция. Понимаете, последние выборы два года назад, и не только два, и вот последние выборы в Конгресс тоже, они показали, что побеждают те, или, скажем так, ну, преимущества, имеют те, которые за то, чтобы объединять, а не за то, чтобы раскалывать. И вот это вот, как сказать, то, что там происходило, оно очень наглядно показывает вот эту вот разницу. Вот этот водораздел колоссальный, да, когда одни говорят, что мы за то, чтобы все вместе, там у нас одна страна, там нам есть о чем позаботиться, и так далее, и так далее. А другие выходят, значит, там и... Ну, то, что вот яйцами тухлыми не бросаются, и так далее. Вы смотрите на эти рожи. Ну, такая редкостная мразь, просто слов нет. И вот, значит, но еще раз, это их контингент, он их специально выбрал, понимаете, это по облику и подобию Трампа. Ну, вот, да, вот так они, значит, так что Байден свою роль отыграл таким миротворцем, и он фактически сейчас отыгрывает вот эту роль человека, который, значит, который объединяет. Значит, там ответ, как бы, республиканцев, там выходит женщина, она, ну, там такая, она контраст такой проводила между тем, что вот Байден самый старый президент США, а она самый молодой губернатор. Вот она там, губернатор, я уже не помню, там, какого там штата. Вот только что ее, значит, избрали, ей 40 лет. И вот она, значит, там, говорит, ну, то есть, грубо говоря, она пыталась обгадить Байдена, демократов, там, и все такое. И я хочу сказать, что мы опять видим вот эту вот мерзопакостность, когда политическое ничтожество, ну, просто она была пресс-секретарем у Трампа. Вы понимаете, да, вот ее заслуга перед Отечеством, все, что она, значит, тут в стране сделала, она была, значит, ну, понимаете, да, то есть, вот, значит, у Трампа, вот этим вот, вот, пресс-секретарем, да, и, ну, то есть, уже ничтожество. И вот это ничтожество выходит и говорит, да, как будто она, как будто за ней какой-то народ, как будто за ней какая-то сила, как будто за ней есть что-то, кроме того, что это, она прислуживала Трампу. Так что, ну, то есть, она пытается замочить человека, который, там, 50 лет служит, служит в стране, и в качестве сенатора, и в качестве вице-президента 8 лет, и в качестве президента 2 года. Вот это вот, ну, еще раз, по образу и подобию Трампа, торжествующая, такая вот безудержная такая вот быдло-мразь, которая выходит и говорит, а вот мы такая мразь, и мы такое быдло, и народ кричит, наши, наши ребята пришли, но в целом позиция проигрышная, так же, мой анализ такой. Вот, ну, а вы теперь знаете про Designated Survivor. Счастливо!